Перед началом ролика не могу не упомянуть о своем генеральном спонсоре, PanPay, с которым сотрудничаю более года. Огромный спектр услуг, низкие цены и богатый ассортимент. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. Миссов Пандария Ремикс нерфится чуть ли не каждый день. Изменения происходят примерно каждые 10 часов. Какой-то спот нерфится, в котором люди активно фармили нитки и бронзу. Что-то усиливается, что-то нерфится. В общем, компания Blizzard еще, наверное, неделю, наверное, будет много чего менять с целью того, чтобы что-то искоренить, а что-то, так сказать, улучшить. Сделать что-то получше для тех людей, которые, например, хотят более релаксирующую игру. И да, относительно недавно был сделан хороший такой апдейт, хорошее изменение касательно получения бронзы, также касательно получения катушек. И мы сегодня обо всем поговорим. В этом видео я предложу вам неплохой способ, неплохой маршрут с целью того, чтобы вы неплохо усилились в целом и позволили себе получить хорошее количество бронзы. Бронза нам нужна как для улучшения вещей, так и для покупки каких-нибудь маунтов, трансмогов. И я рекомендую вам сначала, конечно, шмотки прокачать. Потому что просто бегать в 346-м шмоте это, ну, не особо кайфово. Герои крейда вас не возьмут, скорее всего, а нормалы вы, наверное, будете умирать от всяких ауэшек. Поэтому, конечно, сначала нужно прокачивать свои вещицы до хорошего этом левела. И на это нам нужна бронза. Бронзу, конкретно, сегодня утром подняли в плане дропа, при том хорошенько. Если мы посмотрим на героик данж, если мы посмотрим на нормал данж, если мы посмотрим на нормал сценарий, если мы посмотрим на героик сценарий, то теперь мы получаем большой бронзовый ларь, в котором куча бронзы. Это не может не радовать, бронза нам реально нужна. Мне вот, например, на то, чтобы 500-ые шмотки дапыть до 556-ых, абсолютно все, потребуется суммарно еще 136 тысяч бронзы. Я думаю, за пару-тройку дней справлюсь и буду в фулгире, закрою мифик рейд. Изначально, когда заходим в игру, само собой берем дейлики. Дейлик на убийство рейдовых боссов, дейлик на убийство данжовых боссов и дейлик на прохождение сценария. Мы также получим большой бронзовый ларь, награду сегодня ночью подняли, и вылутаем катушку вечной нити. Там куча статов дается. Если внимательно глянули на экран, то в левом верхнем углу можно увидеть различные активности. Это ежедневные активности, которые мы можем сделать. А именно, убийство мирового босса. Галеон, Ша, Налаг, Ундаста, Небожители, Ордос. А также далее прописаны квесты, о которых я сказал ранее. Помимо этих трех квестов, у нас есть еще одна активность, которая имеется на Острове Грома. Полетели, покажу. В тот момент, когда мы прилетаем к Шадерпан, в их гарнизон, под палаткой стоит Вериса. И в тот момент, когда мы сделаем абсолютно все сценарии на Остров Грома, даже, по-моему, когда мы первый сделаем, нам появится портал на Остров Грома. А когда мы сделаем абсолютно все квестики, пройдем абсолютно все сценарии, у нас появится функция обмена малых амулетов удачи на репутацию с армией Керентора. Или с армией Покорителей Орды. По-моему, так она называется. И при первом обмене мы получаем ключ от Дворца Лайшеня. С помощью этого ключика мы можем открыть себе доступ в Сокровищницу Лайшеня. Это мини-сценарий, в котором мы можем находиться всего лишь 5 минут. И в ходе этого сценария мы открываем различные сундучки. Они спрятаны, они находятся там на небольших возвышенностях, с целью того, чтобы подняться наверх, нам помогут врата теней, например. Короче, открываем там различные тайнички, вылутываем как можно больше. И таким образом мы лутаем нитки, бронзу и катушки. Те самые катушки, которые были введены несколько дней назад. Это неплохая активность, довольно-таки быстрая. И мы лутаем хорошее количество наград. То есть катушки, подобные тем, что мы лутаем за сценарии, за данжики, за квесты. Само собой делаем это. Это быстро, это полезно и это интересно. Пещера находится рядом с подъемом. Как раз к ней прибегу. Тут даже мобы сражаются. Так что вы стопроцентно увидите это место. Не пропустите его. И игроки периодически тоже заходят сюда. Нам нужно поговорить с Таоши и она закинет нас сценарий. Сценарии эти частенько я на стриме прохожу, поэтому можно в повторе все глянуть. Ну и к тому же тут сейчас быстренько все увидите. Вставлю этот небольшой моментик. На этом, пожалуй, все. Делаем абсолютно все эти активности. Развиваем таким образом своего персонажа. Апгрейдим плащик. Улучшаем различные шмотки по этому левелу. Прокачиваем за бронзу. И если вам хочется еще больше фарма, то можно пофармить какой-нибудь трэш, например. Сердце Страха до первого босса. Хоть он и понерфлен, но все же там падает неплохое количество бронзы. Можно пофармить трэш в Дворце Магушан, подземелье, которое находится в Вечно Цветущем Доле. В целом-то фармы еще имеются, но учитывая, насколько апнули бронзу в текущий момент времени, получаемую с различных источников, наверное, этим даже и не нужно заниматься. Можно подумать, конечно, об этом, обсудить. Точно, надо подумать. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!